По народному календарю сегодня есть еще одно любопытное событие, называется Сильвестров день, иначе куриный праздник. Почему пернатые должны кудахтать от радости, узнала Галина Исаева. Сильвестров день получил свое название в честь церковного праздника Дня Святого Сильвестра. Сильвестр первый, живший в 4 веке, был римским папой и, согласно легенде, поймал Левиафана, мифического морского змея. Тем самым предотвратил конец света. В этот день отмечается и куриный праздник. Первым делом в эти сутки было принято вычистить курятник. Считалось, что там должен висеть куриный бог, черный камень, просверленный посередине величиной с гусиное яйцо. Ведь если это не совершить, то курам может проникнуть нечистая сила, а именно змей-василиск. Чудище появляется из яйца, которое в этот день может снести семигодовалый черный петух. Кстати, чтобы домовой кур не обижал, знающие бабушки через насъезд перебрасывали старый лапоть, а малышей в этот день одаривали глиняными петушками. Из гаданий в этот день особенно почиталось луковичное. Чистили 12 луковиц, на каждую клали по щепотке соли и оставляли на печи до утра. Какая по счету луковица? Оказалось бы мокрой, тот и месяц будет дождливый. Между прочим, погоду примечали и по поведению птиц. К вьюге сороки летали поблизости от дома. Если в январском лесу начинает стучать дятел, то это к ранней весне. Наблюдательные предки отметили, если сосульки длинные и частые, будет очень хороший урожай. Кроме того, люди делали прогнозы на будущее лето. Если январь очень холодный, то июль наверняка будет жаркий и сухой. Если метет метелями и засыпает снегопадами, то жди дождливого лета. Вот так день Святого Сильвестра праздновали на Руси. А вот в других странах были свои традиции. Например, в Голландии первые, кто проснулся, называли Сильвестр. А вот любители поспать должны были заплатить штраф, согласно праздничной традиции. В Чехии на день Сильвестра непременно готовят карпа с яблоками, хреном и чечевицей. Такое угощение сулит счастье и удачу в наступающем году. Галина Исаева, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро.